Анализом установлено, что за 9 месяцев 2012 года предприятие сработало с убытком, с чистым, 1 млн 142 тыс. грн. Для того, чтобы все ждать ответ на то, с чем же связаны такие результаты хозяйственной деятельности, был проведен анализ составляющих доходов и расходов предприятия. Доходы предприятия состоят из доходов от перевозки платной категории населения, доходы от реализации месячных абонементов на проезд, субвенции с госбюджета и прочих доходов. Чтобы в процентном соотношении было более-менее понятно, то есть за 10-й год у нас доходы составили 6,5 млн, за 11-й год 7,3 млн, за 9 месяцев 2012 года 4 млн. То есть как же у нас уменьшились доходы? По сравнению с 10-м годом доходы от перевозки платной категории населения, если он составлял в общей массе 30%, в 2012 году он стал 20%, на треть у нас снизились доходы от перевозки платной категории населения. В чем же состоят расходы предприятия? Основная масса расходов это заработная оплата единых соц. УНС, а также оплата электроэнергии. Все эти составляющие в общей массе расходов составляют порядка 90% предприятия. Но также есть еще другие статьи расходов, которые немаловажны. Это приобретение материалов и запасных частей, налоги, водоснабжение, водоотведение, медосмотры и прочие статьи. В денежном выражении расходы составили в 2010 году 7,5 млн, в 2011 году 8,1 млн, в 2012 году 5,67 млн. Анализ доходов показал, что в 2012 году произошло снижение на 11% по отношению с аналогичными периодами 2011 и 2010 года. Это связано в первую очередь с уменьшением количества выпуска трамваев на линии. То есть выпуск у нас произошел уменьшение на 23,6% по сравнению с 2011 годом и на 46,7% по сравнению с 2010 годом. То есть практически вдвое мы снизили выпуск трамвая. Анализ расходов показал, что основные статьи расходов это зарплата и электроэнергия. То есть если в 2010 году они у нас составляли 84%, то сейчас 90%. И из них заработная плата составляет 71,82%. Две эти статьи расходов составили в 2010 году 96% всех доходов предприятия. То есть это зарплата и электроэнергия без налогового материала. В 2012 году наши расходы составили 126% всех наших доходов. То есть мы нашими доходами не покрыли наши расходы. Если главной причиной уменьшения доходов является уменьшение количества выпускаемых трамваев на линии, то главной причиной увеличения расходов является увеличение фонда оплаты труда. Заработная плата фонда оплаты труда в 2012 году увеличилась на 6,5% по сравнению с 2011 годом. При уменьшении численности предприятия на 12% и увеличился на 20% по сравнению с 2010 годом. При уменьшении численности на 21%. То есть наблюдается дисбаланс увеличения заработной платы, фонда оплаты труда. То есть можно сказать, что средняя зарплата за 2010 год составила 1241 гривен. В 2011 году 1573 гривен, рост 26,8%. И в 2012 году 1853 гривен. То есть рост к 2011 году 17,8%, а в 2010 году 49%. То есть на 50% за полтора года мы подняли заработную плату, не обеспечивая доходную часть предприятия. Подводя итог, можно сказать, что предприятие получило задолженность по заработной плате по двум основным причинам. Снижение выпуска трамвая на линии и увеличение фонда оплаты труда. Теперь предвидя вопросы фракции Коммунистической партии Украины, информируя о том, что же сделало руководство города для того, чтобы поддержать предприятие. За счет средств на расчетный счет предприятия в марте-сентябре 2012 года из местного бюджета было пересислено 610 тысяч гривен, в том числе 200 тысяч на погашение задолженности на заработной плате. За счет государственного и местного бюджета в 2012 году профинансированы капитальные ремонты трамваев и контактной сети, приобретение запасных частей и материалов на сумму 2,9 миллиона гривен, в том числе из местного бюджета 485 тысяч. Общая сумма финансовой помощи составила 3,5 миллиона гривен, что составляет 118% доходной части то, что получило предприятие. Получается, город наполовину поработал за титул. Для ликвидации задолженности по заработной плате руководством города принято решение о помощи предприятиям путем выделения из местного бюджета средств в сумме 60 тысяч гривен на предприятие проездных билетов для школьников НВК. Это, в свою очередь, дало возможность дополнительно привлечь субвенции в размере 414 тысяч гривен ежемесячно. На наши 60 тысяч, которые мы выделим, мы получим 1,2 миллиона рублей. Это и субвенции. На 28 ноября 2012 года задолженность по заработной плате составляет 942 тысячи гривен. То есть, с учетом, что она была 1,5 миллиона, удалось стабилизировать, удалось снизить рост задолженности и уже положительная тенденция к ее ликвидации. При условии, что предприятие пересмотрит свою политику ведения хозяйственной деятельности, то оно станет прибыльным. И перечислением налога на прибыль в местный бюджет поможет реализовывать все мероприятия социально-экономического развития города, а не отвлекать денежные средства на те программы, которые нужны действительно для города. Хочу также добавить к своему выступлению о том, что до конца года, то есть сейчас будут руководством города приняты меры жесткие и адекватные, чтобы погасить задолженность до конца года по заработной плате. Тяжело это будет, но это реально. Субтитры создавал DimaTorzok